ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНДР СМЕНА Мобильная робототехника, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление беспилотными летательными аппаратами, лабораторный химический анализ. Сергей Рязанский узнал, как проходит обучение молодых специалистов этим и многим другим компетенциям. Профориентация – это очень важная вещь для каждого человека. Как решиться, куда пойти. Кто-то не знает вообще, куда податься. Ему ничего не интересно. Кому-то, наоборот, распирает от количества хобби, увлечений, интересов. И он бы всем занимался, если была бы такая возможность. Главное – попробовать. Дать детям возможность попробовать руками, посмотреть, как это работает. В декабре 2017 года Сергей Рязанский завершил свой второй полет в космос в качестве первого ученого капитана корабля. Космонавт передал вымпел ВДЦ СМЕНА, который побывал в космосе, исполняющему обязанности директора центра Хамзату Дурдиеву. В день детских общественных организаций СМЕНА открыла акцию «Добрый пленэр». Более 300 участников и активистов российского движения «Школьников» воссоздали на бумаге живописный вид на гору Солдатскую. Космонавт Сергей Рязанский отметил лучшие работы и вручил победителям свои книги с автографами. 304 дня за два полета. 27 часов в открытом космосе. Сергей Рязанский рассказал участникам Всероссийского фестиваля «Учащийся молодежи. Мы вместе, как стал космонавтом». Сергей закончил биологический факультет МГУ, потом аспирантуру Института медико-биологических проблем. В качестве командира экипажа принимал участие в эксперименте «Марс-500». Благенный генерал, начальник Роскосмоса, который спросил, а вот этот бравый командир у нас когда летит? Ему говорят, никогда, товарищ генерал. Он говорит, не понял, он же космонавт. С генералами очень сложно спорить. Он сказал, значит так, я ничего не понял, доложить разберусь. И в итоге принял решение, чтобы мне в виде исключения разрешили пересдать все экзамены по левому кресту, как бортинженером. Так, Сергей Рязанский стал первым бортинженером с биологическим образованием. За время двух полетов в космос Сергей сделал более 300 тысяч фотографий. Самые лучшие увидели сменовцы. На самом деле это очень интересно узнать о космосе. И всякие штучки интересные. Может, я сделал лайфхаки, выражусь так, если можно. Увидеть вообще, что в космосе находится. Это же необъяснимо все, можно сказать. Во время всероссийского проекта «Классные встречи» юные журналисты российского движения «Школьников» узнали, какие стадии проходит корабль при взлете, какие нагрузки пережили космонавты и с какими трудностями сталкивается экипаж корабля на орбите. На станции космонавты проводят научные эксперименты, ухаживают за кораблем и занимаются обязательной двухчасовой зарядкой. Для такой работы необходимо множество навыков. Стрессоустойчивость, знания естественных наук, языков и медицины. Сергей рассказал сменовцам историю Олимпийского огня. Факел побывал в открытом космосе, а после от него были зажжены факелы на Земле. Границ не существует. Главное – это верить в себя, говорит Сергей Рязанский. На самом-то деле я огромный мечтатель и я сама очень хочу поехать в космос, полететь в космос. Для меня это очень интересно, потому что я считаю, что космос – это, наверное, самое неизведанное, что есть вообще у нас в мире, в человеческом. И если я поеду в космос, это будет для меня огромное счастье. После встречи каждый сменовец смог сфотографироваться с космонавтом, героем Российской Федерации и председателем российского движения школьников Сергеем Рязанским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова